История этой женщины не новая. Венера Крупнова уже седьмой год борется с украинским бизнесменом Геншафтом. В курортном городе Алубка скоро места не останется даже упавшему яблоку. Идеи, которые бизнесмен привык воплощать в реальность, буквально уничтожают живописную уникальную природу. В Алубке уже функционирует несколько зданий, возведённых Геншафтом. Однако и на этом бизнесмен решил не останавливаться. В процессе стройки ещё одна идея – жилой комплекс. На территорию площадью почти пять соток он планирует построить пять девятиэтажных домов. Место для осуществления его идеи в жизнь, по всей видимости, неподходящее. Здесь участились обвалы и особи горных пород. Ещё недавно на место выезжал заместитель главы республики Михаил Шеремет и главный архитектор Крыма Александр Кузнецов. На месте было принято решение приостановить стройку на время выяснения его легальности. 9 числа на улице Первомайской весь день не было света. Когда мы стали выяснять, о чём дело, оказывается, рядом подстанция, там усиливали мощности. Поставили пять огромных ящиков. То есть это говорит о том, что Крымэнерго подписал провести, видать, кабель какой-то усиливающий к этой стройке. То есть у него к строительству с 1 октября идёт полным ходом подготовка. Венера Крупнова стоит перед зданием Ялтинской городской администрации с самого утра. Желание женщины простое – пообщаться о наболевшем с ялтинским главой Андреем Растенко. Однако добиться встречи ей так и не удалось. Всему виной неотложные дела градоначальника. Теперь разочарованная Венера Крупнова намерена обратиться к главе республики Сергею Аксёнову. Мы, наверное, уходим домой. Мы не 40 минут, наверное, сколько? Ну, просили вас ждать 40 минут. Полтора часа мы постояли. Нас не принял Растенко Андрей Олегович. Поэтому мы… Поэтому мы… История этого мужчины похожа на предыдущую. Житель Гурзуфа Игорь Барышников против уничтожения природы в своём родном посёлке. По его словам, на территории, прилегающей к единственному стадиону, неизвестные бизнесмены собираются организовать парк отдыха. Всё бы ничего, вот только уже имеющаяся зелёная зона с ценными породами деревьев теперь уничтожена. По плану застройщика, тут должны расти иностранные растения, а вблизи с ними вырастут очередные кафе. Проект под названием «Фитоцентр» сейчас также находится в режиме ожидания. К слову, в начале лета там лично побывал глава республики. Сейчас стройка приостановлена. Они, значит, срезали склон, то есть нарушили склон, и если будут сильные ливни, может земля поползти на то маленькое футбольное поле, которое сейчас используют наши детвора, и не только. Взрослые люди тоже играют в футбол. Они вырубили кучу деревьев. В отличие от ранее митингующих людей, съёмочной группе всё-таки удалось добиться внимание главы Ялтинской администрации Андрея Растенко. Что касается строительства жилого комплекса в Алубке, городская администрация уже приняла необходимые меры для выяснения легальности этой стройки. Фактов у нас нарушения деятельности в оформлении городостроительной документации или земельной у нас сейчас нет. У нас есть решение суда, которое утвердило в правах пользы земельным участком. Но в процессе разговора с главой республики и моего доклада по этой ситуации мне было чётко сказано, что по данному вопросу будет проводиться дополнительная проверка прокуратуры. По результатам проверки будут предприняты действия в отношении данного земельного участка и данной фермы. А вот с воплощением в реальность Гурзувского фитоцентра тоже ситуация непростая. По данному факту проводятся проверки по обоснованности вырубки леса, по законности оформления данных документов. Ещё раз предупреждаю вас в вопрос, хочу сказать, что никаких разрешений на строительство на данном земельном участке администрация города не выдавала на сегодняшний день. Мало того, на сегодняшний день отозваны градусловия, которые у них были. На сегодняшний день подписано распоряжение или постановление о постановке строительства. И нами, скажем, мной поставлена задача по подготовке проекта благоустройства данной территории для вынесения на общественные обсуждения с жителями Гурзувского. Проблема незаконного строительства и нецелевого использования земли на полуострове по-прежнему находится на контроле у правительства республики. Уже несколько недель как внесены изменения в федеральный закон, который теперь ужесточает понятие «самовольная застройка». Список незаконных объектов, по всей видимости, значительно расширится.